Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас из Уфы, где совсем скоро на стадионе «Нефтяник» начнется встреча фонбет Кубка России по футболу. Пятый раунд си регионов. Сегодня здесь встречается местная команда, футбольный клуб Уфа и Ярославский в Шине. Такая красивая луна сегодня над Уфой, так что игра пройдет в лунном свете. Меня зовут Арсен Кочешев. Сегодня я буду работать для вас. Вот такая атмосфера вокруг этого матча. Ну а мы начинаем. Свисток Игоря Захарова прозвучал. Сейчас в центре отдает ближнему партнеру. И следует передача по центру на Жмалединова. Жмалединов бьет поворотом. Ждет поддержки и в итоге принимает решение нанести удар поворотом. И Олег Батнов мяч забирает. В отсутствии пока общается с игроками, которые в стенке. Захаров удар поворотом недостаточно точный. Хотя Артур Черный показал, а не сборный. Конечно, это очень здорово, что... Ух ты! Но сейчас не об этом моменту Уфы! И положение вне игры фиксирует Лайнсмен. После того, как мяч в сетку отправляет Мигран Агия. Не против оставить все самое интересное в этом матче на второй тайм. А может быть сейчас? Камиль Мулин бьет, и Тимофей Митров. Мяч очень четко. И свисток тут же раздается. Первый тайм в матче фон-бет Кубка России между футбольным клубом Уфа и Ярославским Шинником. Который начнет второй тайм-мяч между Уфой и Шинником. И во втором тайме случаются достаточно часто. Ну и ответный брак. Исполнение игроков Шинника. И вот он шанс у Мулина! И вот здесь уже Тимофей Митров впервые. Так и настоящий Машинник спасает. Да, не делал ничего экстраординарного. И очередной аут. А вот уж у Жамалетинова сейчас шанс. Удар! И Тимур Жамалетинов на 53-й минуте. Открывает счет в этом матче. И выводит Ярославский Шинник вперед. Команда Дмитрия Черышева делает хорошую заявку на то, чтобы пройти дальше по пути регионов. Форм-бет Кубка России. Поздравляет партнера Жамалетинова. Он не очень бурно праздновал этот забитый мяч. Возможно, учитывая тот факт, что раньше выступал за футбольный Куб Уфа. Ну и мы говорили об ошибках. Но абсолютно не продвигает его вперед. Вот он шанс. Вот он шанс ли хозяев. Артем Гуренко. Удар по воротам. Недавно Артем Гуренко оставляет возможность нанести удар. Нет, все-таки Зинков. Нет, все-таки Загре бьет. Ну и не сумел себя здорово зарекомендовать. А вот Пасевич. Посмотрите, как бежит. Пробежал. Сделал подачу штрафную. И сразу момент появляется. Мутаргет Старова. Я думаю, что здесь бросать одного Джонатана. Мулен Биокс. После подачи слева фланга. Мы говорили о правом. А в итоге опасность ворота Митрова слева пришла. Не было положения вне игры. Очень своевременное ускорение. И за уже прошедшее время они очень сейчас бодро выглядят. И вот посмотрите, какая передача. Бакнов-то не успевает на выход. Джамалединов. Успевает. Бакнов вернуться в последнее давение перед ударом. И переводит мяч на угловой. Но буквально каких-то мгновений не хватило ярославцам, чтобы довести эту атаку до логического завершения. Вот здесь Бахов не успевал. Но не почувствовал, что нужно... Продолжается осада ворот Шинника. Роман Пасевич с мячом. И Роман Пасевич простреливает. И это только угловой. Но было очень опасно. Продолжает свое давление. Технический брак от вратаря Уфы. И пошла атака Шинника. И там никого из игроков Уфы. И Баклов. Что творится? Двухметровый полевой игрок появился у Уфимской команды. И Пасевич. Пас. Борьба за подбор. Удар. И качит Тимофей Метров. Этого матча довести эту атаку до конца. Мяч уйти в штрафную. Исаев. Нет там никого из партнеров. И финальный свисток. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...